Не говорите мне не о нём Не говорите мне о нём Он виноват, что я грустна Что верить людям перестала Что сердцем я совсем огна Что молодой я жить устала Не говорите мне о нём 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 Ну как всегда Ящик полный газетами, а ты всё ждёшь, когда он лопнет, да? После работы заберу Какими судьбами? Машенька, поздоровайся с тётей Здравствуйте Здравствуй А вы в садик ходили устраиваться? Да, Машенька? Я в этот садик не хочу Что значит не хочу? Мы теперь здесь живём, значит будем в этот ходить Серёж, я на работу опаздываю А мы с женой от родителей от её съехали Ну, сама же знаешь, как с тёщей жить? Не знаю У Алёнки тут тётка померла Так нам в этом районе однушка досталась Повезло, как говорится, что бездетная Кому повезло? Ну как? А чего такого? Надо, чтобы вообще никому, что ли, квартира не досталась? Мне это неинтересно Ты что, обижаешься на меня? А что ты обижаешься? Ты мне уже давно чужой человек Я после развода тебя два года не видела и не вспоминала Два года? Угу Пап, пойдём домой, у меня тут болит Солнцу, сейчас идём, сейчас идём Ну, замуж-то вышла? Серёж, у девочки что-то болит, ты бы её к врачу сводил Да свожу я её к врачу Пета, если тебе помочь, что надо там подсобить? Звони, не стесняйся Не чужие люди, помогу Телефон тот же, живём рядом теперь Ну, надеюсь, не понадобится Ну, папа Ну, идём, солнце моё, идём, пойдём Чего у тебя болит? Бррр, ничего страшного Сейчас придём Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте 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 Здрасте Здрасте Как рабы на блантацию надрываемся, без зарплаты О, точно, рабы Да ладно вам, девки Зато похудели, фигуры поправили И всё без фитнеса Абсолютно бесплатно Главное теперь не сорваться, когда деньги заплатят Да Ага, и когда же их заплатят-то? Полгода уже ждём Не полгода, а три месяца А, ну это, конечно, мало Можно ещё поголодать Девочки, ну мы столько терпели, ещё потерпим Приедет новый владелец, он же всё выплатит Чего ему долги-то копить? Конечно, чего ему долги-то копить? Он приедет, фабрику закроет и нет никаких проблем Зачем худшее это сразу предполагать, а? Да надоело мне уже всё У меня вот дома двое спиногрызов каждый день есть, просят Мне что им сказать? Подождите, приедет новый барин, он вас накормит Чего ты на меня-то кричишь? Знаешь, Люба, хорошо быть оптимисткой, когда детей нет Свет, ты тоже нашла очень попрекнуть А что, мне посочувствовать, да? Люба, тебя дети дома не ждут, а я одна, двоих без мужа тяну Да хватит уже! Да мы просто все устали, вот и лаем друг на друга Знаете что? Вы как хотите, а я без денег больше не работаю Да ладно, ну куда ты? Нет, ну куда пошла ты? Свет, ну вернись, ну ты чего? Здрасте, Галин Павловна Привет Ну, где новый-то? Пора обушить Ой, я не знаю, ничего не знаю Если что с фабрикой случится, все по миру пойдём Люди друг на друга кидаются уже от неизвестности Да не говори, я вся на нервах, вся Вон только сладким спасаюсь, будешь конфетку? Да нет, и так мы пока нового дождёмся У нас у всех диабет будет Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Серёж Ты говоришь, что поможешь? У меня кран сорвало Завтра приду Да какой завтра? Да завтра всё затопит Мне сейчас надо Я тебе заплачу Сейчас не могу, уже она с работы пришла Что я искажу? А завтра что скажешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Принимай работу, хозяйка Ой, как вы с ним быстро расправились Спасибо, Анатолий Можете пользоваться А? А хотите, я вас с ужином накормлю? Не откажусь У меня сегодня заказов больше нет Котлетки Перчик Солюшка Всё в норме А ты где работаешь? На кондитерке Понимаю Там, говорят, кажется Какой-то олигарх её покупает Да, ждём Надоел уже без зарплаты сидеть А чё ж сидеть-то? Иди туда, где платят Ну, не хочу уходить Я на кондитерке со школы Начинала укладчиться А теперь главный технолог Значит, начальница И без зарплаты Да Начальница Слушай, Люб А приходи к нам работать Нам ведь женский пол тоже нужен Знаешь, сколько баб безруких Будешь им полы мыть, котлетки жарить То есть опять укладчицы? А что? Жизнь такая штука Только разбежишься А там забор Ну, спасибо, хозяйка Наелся я от пуза Ты уж извиняй Я у тебя весь хлеб съел Ну, это на здоровье Я всё равно в магазин собиралась Кефир забыла купить А на ночь лучше всего кефир Ага За фигурой следишь Одобряю Так, с тебя Тысяча рублей Гарантия месяц А вот тут я тебе свой Телефончик написал Если ты про работу надумаешь То звони Я тебя начальству В лучшем виде распишу Спасибо Лю Люба Люба Ты Сколько за кран заплатишь? Так ты же сказал, что ты не можешь Я мастера вызвала Ну Ты хозяйка В следующий раз На фирму не звони А звони прямо мне Подешевле сделаю Спасибо Спасибо Слушай, я жене уже сказал Что халтурку вон нашел Извини, Сережа Что позвонила Просто я растерялась Ой, Люба Очень нужны деньги Ох, как нужны Ну Так, телефон Как же так? А ты чего, не работаешь? Куда там Накрылся наш автосервис Как говорится Медным тазом Ладно Пока Сереж Сереж, как дочка-то? К врачу сходили? Алена завтра с ней пойдет Ну а что сам-то не сводил? Зачем время тянуть? Вдруг что-то серьезное Сегодня приема не было Сто семьдесят пять рублей Не пойму, брала же Женщина, очередь ждет Кошелек не могу найти Ну что там копается? Ну долго мы еще здесь стоять будем? Женщин кошелек дом забыла Ну а мы здесь при чем? Ну ждите Я уж товар пробила Да я точно брала Ну может вытащил кто здесь? Извините У нас не воруют Мы хорошо за порядком следим Ну что делать-то? Возьмите, пожалуйста Что, за нее что ли? Угу Как это? Женщина, забирайте продукты И идите И так уже очередь задержали А можно и нам На хлебушек Спасибо вам большое Вы меня просто спасли Как вам удобнее Чтоб я деньги положила На телефон или на карту? Эти копейки не стоит без покупки Для вас копейки Ничего не надо Всего хорошего Я всегда возвращаю долги Это не долг Это подарок Я могу подарить женщине Кефир и гречку? Да, кефир и гречку Можете Всего доброго Спасибо Ой, а я верю, что все наладится Не говори губ, пока не перепрыгнешь А кто-нибудь знает, он молодой или старый? Какая разница? Главное, женатый или нет? Здравствуйте Меня зовут Смирнов Вадим Юрьевич Я буду краток Думаю, вы прекрасно знаете Что фабрика давно не соответствует требованиям времени Необходима замена оборудования и ассортимента И за этим я завтра уезжаю в Италию И потому Весь коллектив фабрики На этот переходный период Уходит в отпуск А долги по зарплате нам когда выплатят? Этот вопрос мы обсудим После возвращения Дожились Молодой Красивый Козел Я Договорюсь Вадим Юрьевич К вам Люба Филатова А Галина Павловна Павловна Я же вам сказал Ко мне никого Она не никто Она главный технолог Люба Здравствуйте Здравствуйте Я вас слушаю Ну во первых В магазине Помните? Аааа Помню Кефир гречка И масло Да 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 и масло Я же вам сказал Это подарок В такой ситуации мне подарка не надо Я пришла просить не за себя Проблемы с фабрикой Мне известны И это мы конечно же обсудим Позже Почему же не сейчас? Галина Павловна Да Проводите пожалуйста Главного технолога В отпуск Эти копейки не стоят беспокойства Значит копеечной щедростью блеснуть можете А как серьезные проблемы Так решим позже Всего доброго Потерпите Потерпите Дотерпелись Дождались спасителя Что скажешь Филатова Может еще подождать Видимо работа надо Надо искать Анатолий Здравствуйте Это Люба Вы меня вчера кран чинили Не могли бы вы меня Порекомендовать своему начальству Филатова Любовь Александровна А трудовая еще на фабрике А А да Это не важно Будете работать По договору Угу Меня беспокоит другое Что? Рекомендация Митрохина Митрохина Анатолия Это 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 Большой Минус Почему же Он прекрасный мастер Да? Да А если он прекрасный мастер То почему его так редко вызывают повторно? Наверное После него ничего не ломается Да Да Может быть Может быть Может быть Но У вас же В квартире Два корана А если другой потечет Вы куда позвоните? Сюда? Или напрямую? К Анатолию? А Мне кажется Он Уводит у меня клиентов Понимаете меня? Угу Ладно Хорошо Идите оформляйтесь И завтра выходите на работу Спасибо Да Пожалуйста Если я узнаю Что Анатолий Ворует Я его уволю А если узнаю Что вы берете с него пример То То я уволю и вас Идите До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Ну и зачем ты приехала? Мне на пороге объяснить Или ты меня все-таки впустишь? А тут гораздо скромнее Чем у тебя в Москве Рад, что тебя зачаровал Да, такать будешь? Нет, не буду Вадим Я знаю Ты на меня сердишься Я это заслужила Прости меня, пожалуйста За что? За все Это очень много Я испугалась Знаешь, как я испугалась Когда ты решил ехать в эту глушь? Ты такой успешный в Москве был Такой А здесь что? Я узнавала про эту фабрику Через знакомых Она убыточная Ну что ты на меня так смотришь? Перца не хватает Ты что, думаешь, я дурочка? Ты думаешь, я не понимаю Что ты, наверное, все деньги свои сюда вложил А если ты разоришься? Теперь понятно, что тебе от меня нужно Можно я договорю? Договарю Только мне это не интересно Соли нужно Соли Ты в Москве вырос В небедной семье А я в провинции В таком же маленьком городке, как этот Работать негде, пойти некуда Как вспомню эту нищету Это пересчитывание копеек Это страх вечный От зарплаты дотянем А перехватить есть у кого? Отец последние деньги пропивал Мать бил А она на мне срывалась Я сбежала от этого Я себе нормальные колготки Только в Москве я смогла купить Спасибо Ненавижу свое нищее детство Это самый страшный сон для меня Как я домой возвращаюсь Как узнала, куда ты собрался У меня такой ужас охватил Вот я и Ушла от тебя И что же изменилось? Зачем ты приехала? Не могу без тебя Спасибо Да, Каринь, ты права Здесь глушь Фабрика убыточная Но Это бизнес Риск Ну и что? Я же с тобой хочу жить Что мне там в этой Москве Одной Да я Да я просто Люблю тебя Вот и все А ты Только немножечко Вспоминал обо мне? Ну Немножечко А я все время о тебе думаю Каждую секундочку Вот знаешь, какой я могу быть? Вот Дай мне шанс Испытательный срок Как на работе? Завтра я улетаю по делам? Так Не знаю, когда вернусь Угу Недели или две А я тебя здесь буду ждать Можно? Ну Хорошо Спасибо Спасибо Любил Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы сегодня на одном объекте Заказ на электрику и уборщицу Я специально попросил, чтобы нас вместе поставили Ну я покажу тебе, что к чему Объясню, помогу, если что Ну так, по первости, тебе будет проще Спасибо Выходи Ой, спасибо О, ну ты так, не хлопай Да я по-всякому, и сильно, и не сильно А ты, главное, без крайности Найди Середочку Все на место и встанет В жизни ведь как бывает Знаешь, кому-то рай в шалаше Кому-то в золотой клетке По мне так ни того, ни другого не надо К середку Точно Душой прикипаю Что к вещам, что к людям Это хорошее качество Только так жить тяжелее А это точно подмечено Вот хотя бы детей взять, да? Кажется, растишь их, растишь Кормишь, учишь ему разуму И что? Они вам вырастают и разлетаются все И как вот с этим быть? Как к этому относиться? А никак Закон жизни Принимай как есть У вас взрослые дети Пока никаких нет Это и так На будущее кумеку Ну, у вас есть все шансы Стать мудрым отцом Шансы есть А вот жены пока нет Анатолий Зови меня просто Толик И можно на ты? Хорошо Толя Вот, директор Недоволен, что ты с клиентами В обход фирмы работаешь Я тебе так на это скажу По мне Главное, чтобы клиент был доволен А директор, он что? Ему сегодня одно в голову придет Завтра другое Так он про тебя и не подумает Это точно Ну, за сигнал спасибо Я с Смирновым помирилась Ну, а что мне было делать? Мне аж папик послал, скотина Вышел Смирнова дожать Замас пора Конечно, не лучший вариант Ну, сойдет Не, не разорился Сплю, не сглазишь Наоборот И купил кондитерскую фабрику В провинции, правда Он сейчас в Италии В командировке А я тут с тоски пухну Приезжайте ко мне Ну да, погуляю напоследок Это пообещала быть примерной девочкой Я хозяюшка Тебе тут наоборот Свой телефончик написал Если что, звони мне напрямую Подешевле сделаем А? Приедете? Когда? Ну все, жду Ага Ну все, приехали Ну, спасибо Да не за что До завтра Ну пока Люба А У тебя дома больше ничего не сломалось? А я считаю так Что если люди сошлись Значит это семья Я этих гостевых браков Вообще не понимаю Ну что это такое? Люди живут вместе Спят вместе Детей рожают Ну какие тут гости? А раз семья Так будьте добры Зарегистрируйте ваши отношения Ты идеальный мужчина Не куришь, не пьешь Настроен на серьезные отношения Руки на месте Как ты еще на свободе Я не понимаю Я особо не понимаю Ну Ты про себя-то расскажи Почему ты развелась? Да не люблю я об этом говорить Ну откровенно Из-за откровенности Сережа детей не хотел Во всяком случае Так Говорил Куда торопиться Жизнь такая сложная Работа то есть, то нет А потом я его встретила С другой женщиной И ребенком Оказалось у него дочка на стороне Не уважаю таких мужиков Не уважаю Ну вот я Сразу подала на развод Собственно это вся история Люб Люба Сережа Так я тебя не приглашаю Говори здесь Что? Люба, извини Но мне некуда больше было идти Помнишь Ну вот недавно Машенька там домой просилась Говорила Болит у нее Ну В общем были мы у врача У Машеньки Порог сердца Врожденная Как говорится Патология А вы что же раньше Не замечали? Откуда? Слушай Прям как Обухом по голове Врачи теперь говорят Что надо срочно делать операцию Там какая-то Тетрада фала Кошмар Или фало И главное что здесь Таких операций не делают Делают только в этом Как его В Израиле Деньги огромные нужны Огромные А где их взять? Где их взять-то? Если у меня он с работы еще Как назло Вот эта каталась Я вышла Есть фонды разные Надо обратиться Или на телевидение Какие фонды? Люба Фонды все Это Ширма Да Для этих Как говорится Для махинаций Нет и главное Мы когда узнали Я сразу везде Писать стал, звонить Везде один и тот же ответ Мы примем ваши документы К рассмотрению Мы внесем вас в базу А где та база? Да А израильский этот Госпиталь Он очень быстро ответ прислал Правда английском Ты же французский учила Ничего, Сережа Я посмотрю Нет, ну Посмотри Мария Петрова У меня У меня сейчас денег совсем нет Вообще Я же на новой работе С фабрикой Совсем непонятно Что будет Сережа Я что-нибудь придумаю Я Чем смогу Я помогу Спасибо, Люба Спасибо Ты человек, Люба Ты Человечище Извини Извини Господи Ну, спасибо Я пойду А чай? Да нет Я и так засиделся у тебя Пора и чай знать Ты все слышал Ну да Слухал маленько Ты знаешь Тебе одной надо побыть Тяжко это Тяжко Тяжко Поступил заказ Из элитного района А это значит, что заказчик очень богат Я рассчитываю Я рассчитываю Я рассчитываю Что он станет постоянным клиентом Нашей фирмы И вы должны для этого Расшибиться в этого В лепешку Да, лепешку Если этот клиент Больше не обратится В нашу фирму Я вас уволю Обеих Обоих? Двоих Ну что ж Хозяин Парен Идите Идите Работайте Так Значит Тут вот это помыть Тут вот Это Пылесосом Можно это В спальне Там Белье постельное Поменять Постирать Торшер Вот мы Сломали Это починить надо Это я Туда Телевизор Вот Что-то не показывает Там с антенной Надо как-то И вот Розетка тут Выдрана Дырка Это не дырка Хозяйка А что? Это технологическое Отверстие Вот это мне Вот Все равно Как это Это Почините Ну все Запомнили Повторить Не волнуйся Хозяйка Все сделаем В лучшем виде Что-то еще? Ужин На двоих У меня вот муж Из Далии прилетает Ну вот Сосиски с макаронами Не подойдут Могу предложить Пасту С соусом Карбонара Как ваш муж Относится К этому блюду? Относится В общем Ты начинайте Значит Технологическое Отверстие Сосиски с макаронами Я же сказала Макароны Не подойдут Про пасту Вы сказали Хорошо Так Я не понимаю Мне готовить соус Или не надо? Ну готовь Все равно Потому что нормальной еду Времени нет Тогда мне нужны яйца Сливки Ветчина Или бекон И хорошо бы сыр Пармезан Сыр только голландский Голландский подойдет Хозяйка Я тут тактик Написал На подпиши Вот здесь и здесь Я там на обороте Наши с Любой Телефончики оставил Ну если большая работа Как сегодня Ну тогда конечно Вот звони на фирму Ну а если Что по мелочи Звони либо Любе Либо мне Сделаем подешевле Технологическое Отверстие значит О Я тебе говорил Баб безруких много С ними Без работы Не останешься Карина Карина Надеялась Что я уеду Я ехал и думал Что не хочу Возвращаться В пустую квартиру Возвращаться Извини Увлеклась уборкой Успела приготовить Только пасту Это фантастически вкусно Ощущение что я еще В Италии Этот соус Как он называется Карбонара Я тебя ждала Мы же договорились Ты помнишь Что мы договорились Об испытательном сроке Ну это шутка была Для меня это все Серьезно Спасибо тебе за ужин Я так соскучилась Разрешите Разрешите Добрый день Здравствуйте Чем порадуете Вадим Юрьевич Я мужа так Из командировки Не ждала Как вас Всех Обрадовать Не получится Как вы все Прекрасно знаете Фабрика Будет полностью Обновлена Поэтому Некоторым из вас Придется Переучиваться А некоторым Искать другую Работу Весь коллектив Я не смогу Сохранить Понятно Как всегда Работяги Крайние Да Но мы Разве Виноваты Что конфеты Мало покупают Ну не мы же Их продаем Ну скажите Не молчите Ну это же правда Продажами Здесь уже давно Никто не занимается Поэтому Коммерческий директор Будет уволен В первую очередь Держитесь На должность Главного технолога Я объявляю Конкурс Я очень Рассчитываю На молодых Мне нужны Свежие силы Вы тоже Можете принять Участие В конкурсе Спасибо За приглашение Ну А долги Нам выплатят Да А выходные Пособия Все Что положено По закону Будет выплачено Все Я закончил Решите Ну что Удачи в конкурсе Перестань Вон кому надо переживать А ты Ты такая молодая Ты лучшая упаковщица Перестань У меня точно уволят Алло Это Карина Ты у меня как-то работала Пасту с соусом карбонара готовила Вспомнила? Да Научишь меня? Я вас не очень понимаю Нанимаю тебя персональным тренером Поготовки Заработаешь Деньги что ли не нужны? Нужны Обиделись? Нашла другую работу Там меня ценят И что, что за работа такая? Можно подумать Вам не все равно Вадим Юрьевич Придумали? Сохраните хотя бы классику нашей продукции Конфета-романс Подписал Вадим Юрьевич Вот еще Сейчас будете смотреть Галина Павловна А у вас есть эта ваша классика Романс? Конечно Есть Конечно Вот Пожалуйста Ваш предшественник хотел их убрать из ассортимента Но Филатова Филатова их отстояла Зачем? Ну как зачем? Это же самые любимые конфеты наших горожан Это визитная карточка нашего города Значит будем менять эту визитную карточку Карина Это Люба Когда начнем? Мелко порежь и вынь все косточки Фу Потом все руки рыбой провоняют Ну ты же говорила, муж любит рыбу? Ладно Режь лук Фу Фу Обмакни нож в холодную воду Зачем? Да чтоб не плакать Не понимаю Мужик сожрет все за пять минут Даже не почувствует ничего Вот ты своему мужу каждый день такой готовишь Я одна живу Что так? Развелись Значит не умеешь ты в мужиках разбираться А ты значит умеешь? А то Он мой Приехала с командировки У него дома убрана Ну успокоился А мог бы допрос строить С кем была, что делала Значит и дальше так будет Я буду жить по-своему Главное прибраться вовремя А вы давно женаты? Ну мы еще не женаты Но это скоро Ну тогда ясно Ты не жена Вот он и промолчал Ну конечно И дальше так будет Первое впечатление Оно самое верное Первое впечатление Первое впечатление Оно самое ненадежное Да ну? Вот иной раз Незнакомый человек тебя спасает В такой неприятной ситуации Ты думаешь Вот он принц прискакал А потом знакомишься А он оказывается Бездушный, эгоистичный Только своей копеечной щедрости Может пыль в глаза пустить Это не про моего Мой копейки не считает На расходы мне вон Не глядя отсыпал Значит тебе повезло Вадим Юрьевич Вот резюме претендентов На должность главного технолога Спасибо большое А это Касается Любы Филатовой Посмотрите на досуги Так она же уволилась И тем не менее Нормально за первый урок? Нормально Диету подбираю Зачем вы мне это принесли? На дилетных целях? Нет, это вместо резюме Филатовой Это она вас попросила? Нет, нет Вы что? Я сама собирала копии документов Какая разница Сколько у нее патентов? Какая разница Сколько конфет она придумала Если они не продаются Они никому не нужны? Ее конфеты Выпускаются на разных фабриках За границей Я не знаю Вот В Германии, например И только у нас Они никому не нужны И между прочим Это упущение отдела маркетинга Хорошо Я посмотрю Но это ничего не изменит У меня уже другие планы Относительно фабрики Я просто поставила вас в известность Уже накопилось кое-что Сейчас главное Первый взнос в госпиталь внести Чтобы нас из очереди на операцию не вытянули Ну, на него хватает? Ну, почти Почти Я сейчас еще на работе аванс попрошу За несколько месяцев вперед Подождите, я не говорил? Я же на работу устроился Поздравляю А я вот окончательно с фабрики ушла Да ты что? Серьезно? Да ты же ведь на этой фабрике С детства Всю жизнь впахивала Какой кошмар Подожди, а на новой работе нормально платят? Да как сказать Проценты от заказов По-разному Ну да, ну да Ненадежно значит А Машенька Слабая совсем стала Главное Говорит Папа А когда мы В садик пойдем? Ведь Не хотела сначала А теперь чего я ей отвечу? А ты так и ответь Ты сейчас болеешь Ну Надо полечиться И пойдешь Люба А если она спросит Папа А если надо лечиться Почему меня не лечат? Спасибо Круто А главное Почти все сделала сама Скоро уже без меня справишься Любимый ты оценил старание? Да, он-то оценил А я вот как представлю Что теперь всю жизнь У плиты торчать Прям замуж не хочется Ты же всего неделю у плиты Вот именно А если еще ребенка родить Мне так давно никто не дарил цветы А ты знаешь Я ведь Даже тебя ревную Кому? А к кому ты каждый день В обед бегаешь? А? Помнишь заказ в элитном доме? Ты еще хозяйки Наши телефончики оставил Учу ее готовить Да ладно Угу Левачишь значит? Подрабатываю в свой перерыв Уроки домоводства В мои обязанности в фирме Не входят Да что ты оправдываешься Молодец, правильно Ясный пень Всем деньги нужны Хорошо платят? Нормально Нормально Ну вот и отлично Ты главное копи на что-нибудь Не разбазаривай Вот Ремонт надо будет скоро делать Если надумаешь Скажи Я помогу Да нет Сейчас не до ремонта Деньги я все Сергею отдаю Для Маши А вот это зря Свою семью пора заводить А ты на чужих Разбазариваешь Ребенок болеет Спасать надо Эх Люба Люба Знаешь сколько детей болеют Всех не спасешь О ну надо же А Смотри Часто не простояли Ха Видно никакого А мне нравится Здесь так давно розы не стояли Да что нравится Ты посмотри А Он совсем скукожились Вообще Я русским языком ее спрашиваю Цветы свежие А она говорит Свежие Вот коза драная Толь перестань Да я знаю Они в магазине Какую-то ерунду туда в воду Подливают То ли аспирин То ли химия какая Вот они в магазине и стоят А домой принес И все Конец Нет Ну главное такие деньги Сколько стоил букет Да немало Ну ничего Я этого так не оставлю Сколько стоил букет Я тебе верну деньги Да ты-то тут при чем Кто накосячил Пусть кто-то отвечает Им бы только людей обмануть Толя тебе пора А что даже чаю не попьем Уходи Вот значит как Не угодил значит Ну как знаешь Музыка Вкусно? Безумно вкусно А выглядишь так Как будто отраву ешь Прости просто Мозги не могу отключить Все время о фабрике Думаю По-моему я зря Одного специалиста Уволил И все Господи Ну ты свистни К тебе эти специалисты Как собачки прибегут Собачки Мне не нужны Ну не злись Я же тут ни при чем Вот что Задание тебе Скоро должен приехать Владелец Столянской фабрики Куда я ездил И я хочу пригласить Его к нам на обед Организуешь Русский традиционный стол Легко Блин не успели Говорил надо было быстрее Вот что теперь делать В окно я прыгать не буду Добро пожаловать Бонджорно Карина Преего Преего Карина Ой спасибо Какой Извините Домработница Сейчас уйдет А как мы будем Разговаривать По-русски У меня русская жена Ого Повезло Ей в Италию Свалила Карин Займи пожалуйста Синьору Сильвилу Ну Происко Свалила Свалила Го Го Значит Домработница Да Если бы я знала Что это ваша квартира Моей ноги здесь не было Только не говорите Что это совпадение Что вам нужно Спросите Карину Моя семья Говернанте Экономка Садится за стол Вместе с нами Какое совпадение У нас тоже Люба Останьтесь Я не могу До свидания Пожалуйста Проходите Пожалуйста Сильвупле Плиз Это Чудесно Слушайте Почему моя Хатюша Не готовит мне Такой кавол Такую Капусту Я обязательно Поставлю вопрос Слушайте А кто готовил это Ну А как вы Познакомились с женой О Знаете Это очень Это очень Лично Вы хотите Это Слышать Да Нет Это не Самый лучший Способ Поддержать Разговор Сильвио Расскажите О вашей Фабрике О У нас Очень старинная Фабрика Мне ее Передал Мой Падре Падре Отец А ему Мой Нонно Дед У нас Есть даже Музей Фабрика Правда Он Пик Маленький У нас Есть даже Фотография С вашим Косигиным Так вот Косигин Был с делегацией И мой Падре Рассказывал Мне Что Одной Сеньоре Очень понравились Наши конфеты Помадка Шоколаде И она И так Много Манжерят Кушала И ела Что Ей потом Подарили Целую Такую Большую Коробку А вы Знаете Я тоже Очень Люблю Помадку В шоколаде А вот Это Мой Муж Выпускает Вот Это Да Так Это Не Легенда Нам Так И Рассказывали Про Эти Конфеты Что Целую Коробку Таких Конфет Из Италии Привезла Жена Одного Из членов Политбюро И она Поручила Нашим Кондитерам Расшифровать Технологии А фабрика Тогда Была Экспериментальной И как раз Там Опробовались Различные Технологии Для Столичного Производства Молдо Интересанто Получается Что Это Копия Той Итальянской Конфеты Правда В столице Их Выпускать Не стали Ну Конечно Это Же Рабство Зато Их Очень Любят Здесь У нас Я же говорю Клевые Мамма Мия Это Они А у вас Производят Такие же Конфеты Нет В В фабрике Был пожар И все документы Сгорели И мы забыли Как Выпускать Эти конфеты Вадим Скажи Ты Продашь мне Технологию Обсудим О Я не пить Водка Ой Давайте Давайте За это Выпьем Просто Попробуй Ну что ж Выпьем За то Что я Покупаю У вас То Что вы Украли У меня Ура Любовь Александровна Спасибо вам Большое Не за что Только все равно Я не понимаю Как вы сюда попали Вадим Юрьевич Я попала сюда Через клининговую фирму Убирала квартиру То есть Порядок в доме И весь этот стол Это ваша услуга Это моя новая работа До свидания До свидания Долго обедаешь? Что? Обедаешь долго Это не я так говорю Это шеф наш Так сказал Но ты не волнуйся Я твой левак прикрыл Сказал что у тебя Племянница заболела Это не левак А как не назови Шеф все равно Недоволен После работы Заберу тебя Не надо Да ты не кипятись Ты сначала узнай Зачем А потом будешь решать Надо тебе это Или нет Здравствуйте Здравствуйте Пойдем Пойдем Ну Вот она Смотри Вот эту выбрал Нравится? Я ничего не понимаю В машинах Красивая Я уже предоплату Внес Поздравляю Я здесь Зачем? Ну как Присмотрелся я к тебе Подходишь ты мне Выйдешь за меня замуж Ты мне сейчас Предложение сделал Ну да По деловому И место такое Подходящее Ну конечно Чтоб ты знала Что я у тебя Тоже не голь перекатная Вяжел площадь А у меня колеса Заживем не хуже других В нашем возрасте Уже головой надо думать А не другим местом В каком возрасте? Мне всего 30 Да? А я думал ты старше Ну одеваешься скромно И волосы гладкие Но мне как раз Такие женщины и нравятся Сразу видно Что не очень переборчивая Да ты подумай В доме всегда Мужские руки нужны Ну ты же сама знаешь Ну нельзя же выйти замуж Только потому что Кран чинить некому А почему нет? Будем помогать друг другу А любовь придет Куда денется? Закон жизни Ой ну-ка погодь А что я эту-то просмотрел? Интересно какую У нее движок Что такое лохматое? Как и обещала Будем делать кулебяку Делай что хочешь Слушай, как вы тут живете? Сдохнуть можно Пойти некуда Делать нечего У меня короткий Обеденный перерыв Ты что руки-то распускаешь? Работай Я тебе за это плачу Ты мне платишь За то, что я тебя учу Я твой наставник А не домработница Мясо купила? Че, обиделась тогда что ли? Все такие обидчивые А что я должна была Смирнову сказать? Что ты моя подруга? Так бы он и поверил Он меня тут Запертицными днями держит Ко всем мужикам ревнует Сам на работе торчит Целый день А ведь это и есть Семейная жизнь Ждать мужа дома И не вешаться на шею Его гостям Да? Да пошла ты Ну значит пошла Куда пошла? Добрый день Сегодня обеда не будет Не успели приготовить Прислуга торопится До свидания Тебе нужно извиниться Почему это? Не придуривайся Позвони Любе И извинись Я могу яичницу приготовить Я тоже Что-то случилось, Сереж? Машка совсем плохая И денег всех еще не собрали Господи, Сереж Да что же делать-то, а? Я не знаю, что делать Я не знаю, что делать Люб Тут, как говорится Хоть в петлю лезь Можешь еще помочь Я вам и так отдаю Большую часть денег Господи Ну была бы у меня Квартира Машина Дача Вот все бы продал У меня же нет ничего Квартира Аленкина Слушай А у тебя дом В собственности? Да А что если его продать? Сереж А где же я буду жить-то? Все-таки У девочки есть мама Пусть она продаст свою квартиру Ну так ведь логично, правда? Мы уже крутили, вертели С Соленой И так, и сяк Слушай, ты сама подумай Ну куда мы Машку привезем После операции? По съемным квартирам? Ну и ты меня пойми Я тоже ведь не могу жить на улице Ну хочешь расписку напишу Что я у тебя в долг взял Ну если не веришь Да какая расписка? Дай хоть подумать Просто как снег на голову Если ты не поможешь То Люб Помоги пожалуйста А? Хуб Я клянусь Я все отдам Я пиццу на ужин заказала Сейчас привезу Ты не против? Ты Любе позвонила? Извинилась? То есть это сейчас самое главное Позвонила я прислуги или нет? А у меня еще были иллюзии Что ты умнее Как же меня все это задолбало Задолбало Здорово Ха Старушка ты моя Нынче не завелась Как будто знает Что новую покупаю А ты что такая кислая? Толь Дай денег в долг А? А Ну смотря сколько Много Мне срочно надо А я дом продам И сразу тебе все верну Для бывшего своего стараешься? Ну ты же знаешь Для девочки Я тебе так скажу, Люба Вот будь ты моей женой Мы бы с тобой этот вопрос обсудили Семья это семья Проблема мужа Это проблема жены А проблема жены? А какие могут быть у жены проблемы? Слушай мужа И никаких проблем не будет Ну ты же сама От своего счастья отказалась Я согласна С чем? Ну с... Согласна выйти за тебя замуж Деньги понадобились сразу любой Ты же сам говорил Любовь со временем придет Если мы будем друг другу помогать Так это же друг другу А ты хочешь, чтобы я тебе все отдал А ты мне что? Вот Все вы бабы хитрые, а? Палец покажи Так руку отхрепаете О, Петрович, здорово! А я пешком сегодня Моя-то не завелась Как дурак Пойду В собственности более пяти лет без обременения Газ, вода, свет, центральная канализация Чудесно! Ну и как быстро можно продать? За полгодика скинем А быстрее? Трудно, но можно Мне надо очень быстро Деньги срочно нужны Понимаю, понимаю, понимаю Долги? Нет На лечение ребенок болеет Сочувствую вашему горе Ускоримся Не волнуйтесь Поверьте моему опыту Нет такого жилья Которое нельзя было бы продать Люба Почему вы сегодня не пришли? Я так поняла Уроков больше не будет Меня никто не звал Я вас зову Выдьте мне уроки давать Мой обеденный перерыв закончился У вас вызов? Нет Но в любой момент может быть Я вас отпущу В этот любой момент Отвезу на объект Люба Простите за вчерашнее Ничего, бывает Тогда поехали Садитесь Не говорите мне о нем Спасибо А спойте еще По заказу не пою Ну тогда пообедайте со мной Как у мамы Моя мама точно такие же пекла А у меня мама потрясающую шарлотку пекла Меня учила Вообще готовить меня научила мама Но почему такая шарлотка у нее не получается Я вроде бы все так же делаю Ну на то не и мамы Ничего себе сладкая парочка Тебя кто звал? Я Ты А ты не хочешь спросить Где я была? Не Ты вообще заметил, что меня нет? Вадим Юрьевич, спасибо за обед Мне действительно пора А, поняла Ты решил брать пример с итальяшки И кормить прислугу дома Че, понравилось-то? Хочешь своим блинам мужика переманить? А? Захочу и переманю Чего? Чего? Ну-ка стой Ты Ты видел? Это сейчас такое было Давай Собирайся и уезжай А? Ты слышал? Ты что, меня на эту кошку драной променял? Из-за жратвы? Как мне надоела твоя глупость? Вадик Я ездила в салон красоты Ну объясни ты мне, что я делаю не так? Хочешь? Пойду и извинюсь перед этой дурой Уезжай и больше не возвращайся Урод Столько времени на тебя потратила Ключи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, доброе утро, Вадим Юрьевич Звонили еще два кандидата На главного технолога Назначить собеседование? Пока нет А вызовите мне Филатову Да, Галина Павловна Да, я постараюсь найти время Хорошо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте Здравствуйте Любовь Александровна Присаживайтесь, присаживайтесь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любовь Александровна Я прошу вас Вернуться на фабрику У меня уже есть работа У... Уборка квартир и уроки кулинарии? Ну, судя по количеству вызовову Очень востребованная профессия Ну, по моему личному мнению Это не ваш уровень Возвращайтесь на фабрику К главным технологам Вы... Мне... Подходите Подхожу Уже второму подхожу Что, простите? Так, сама себе Подхожу, говорите А вы мне нет Почему? Потому что вы... Вы... Слишком быстро меняете свое решение Нет, не слишком Я посмотрел вашу биографию Вы придумали очень много Интересных технологий, вот Да? А что ж вы раньше ее не посмотрели? А я что, должен перед вами Отчитываться или извиняться? Я предлагаю вам работу На моей фабрике Вы согласны? На вашей фабрике Я работать не буду Любовь, вы знаете, вы... Господи, Любочка, милая Что случилось? Он меня обратно позвал Ну? А я отказалась Ну, что же, что же за мука тебя укусила, а? Ой, сама не знаю Ну, что ли меня нашло? Ой, ты знаешь Вот, на, съешь конфетку Потому что глюкоза она успокаивает Я вас предупреждал Что уволю Если не будет повторного вызова От клиента из элитного дома Да Его нет? Я отвечаю за свою работу Все было сделано качественно А чем вы объясните Что клиент Больше не обращается К нам? А я знаю Потому что вы работаете В частном порядке А это значит Обворовываете и меня И фирму Повторного вызова не зафиксировано Вы уволены У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у не дай бог такого мужа что а ты что здесь работаешь анатолий здравствуйте здравствуй молодец что пришла я тебе начальство лучшего видера списал пошли пойдем здорово петрович как дела ну что же старенький конечно домик проблемный а рынок жилья стоит квартиры еще продаются а вот с частным сектором просто катастрофа ну что цену понижать придется и все равно на быстрый результат не рассчитывайте так вы совсем другое говорили я идеальный вариант описал теорию понимаете что же мне голову то морочили я бы давно в другое агентство обратилась не теряла бы с вами время думаете в другом агентстве вам другое скажет мы все на одном рынке а он стоит а что же мне делать благодарить судьбу за то что пришли именно ко мне потому что именно я могу предложить выход из вашей сложной ситуации ваш дом уйдет прямо сегодня так уйдет или не уйдет я запуталась меня есть клиент который срочно хочет переехать в частный дом именно вашем районе но денег у него нет это как раз то что мне нужно зато у него есть квартира которая стоит столько же сколько ваш дом мы делаем обмен он переезжает в дом а вы в квартиру не нет мне не нужна квартира мне нужны деньги поэтому вашу квартиру мы выставим на продажу а смысл уже полчаса стараюсь объяснить этот смысл но не продаются сейчас дома только квартиры вам просто повезло что есть человек который хочет переехать в этот дом а квартира быстро продастся да в момент мне надо подумать дайте мне день в вашем районе три дома выставлены на продажу один из них будем откровенно получше вашего я вообще-то обязан предложить клиенту все три варианта только из сочувствия к вашему горю я пока держу его в неведении он думает что ваш дом единственный а что же будет когда он узнает что вы его обманываете это мои профессиональные риски вы думаете о своей выгоди один день на рынке жилья это очень много упустите шанс рискуете застрять на год но решать безусловно вам возможно время у вас еще не терпит а что квартиру можно получить прямо сейчас можно прямо сейчас вызвать нотариуса и мы ускоримся насколько это вообще возможно нотариус работает до трех часов сейчас четырнадцать тридцать пять вызывайте вадим юрьевич звонят соискатели спрашивают назначать собеседование или нет больше не надо достаточных тех которых я видел объявление вакансии снять меня не будет до вечера а мне что делать перестать есть сладкое но это профзаболевание не сядете на диету уволю вас для вашего же блага у меня очень мало времени я не могу подписывать не глядя совершенно справедливо внимательно читайте каждый пункт задавайте вопросы павел аныч не торопите женщину это моя личная просьба хорошо 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 любовь александр это кто покупатель я никого не жду здрасте здрасте у вас просто открыто было я и вошел вадим юрьевич здравствуйте я наверно не вовремя но это очень срочное дело мы на фабрике запускаем новые станки и нам нужен главный технолог вы мне нужны любы я не могу сейчас это обсуждать я продаю дом вот риэлтор нотариус добрый день продаете а почему вы уезжаете я не уезжаю мне нужны деньги и я продаю дом а сколько вам нужно и где вы будете жить молодой человек помолчите пожалуйста ладно так сколько вам нужно и зачем мне нужна большая сумма на лечение ребенка вашего нет но это не важно любовь александровна давайте вернемся к договору попросите вашего гостя зайти чуть-чуть попозже это я вас попрошу зайти чуть-чуть позже перестаньте щелкать замком невозможно а вадим юрьевич а с какой стати вы кто такой что вы себе позволяете люба а на какой стадии сделка я читаю договор а отлично прекрасно прекрасно молодые люди мы с вами свяжемся завтра а сейчас всего доброго это возмутительно да уж знаете что любовь александровна должен предупредить что мой клиент будет проинформирован на вариантах обмена и если он выберет не ваш дом вы рискуете зависнуть с продажей а это можно оставить но знаете это просто подождите это безобразие знаете у вас был шанс вы его упустили безобразие это иди до свидания вадим юрьевич какое вы имеете право никакого но этот пункт мы опустим плюп скажите а вы продаете дом или обмениваете меняю на квартиру а квартиру продам ее легче продать а вы видели эту квартиру нет так я ж там жить то не собираюсь так вот она какая женская логика поехали может может это не тот дом а тот и хотите посмотреть квартиру скажите а этот ребенок он вам кто дочка моего бывшего мужа однако я дам вам денег я вам никогда не смогу вернуть такую сумму спасайте ребенка а с долгами мы разберемся ты чё банк что ли ограбила один хороший друг помог хорошие у тебя друзья прям как говорится повезло да уж не знаю куда деваться от своего везения и муж любит и детей полон дом и долгов никаких ну ты прям прям спасла меня ну смысле не меня конечно дочку вот именно тебя я бы спасать не стала спасибо я пойду пока ну Don't ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, отлично. Тем более, что я уже остальным всем кандидатам отказал. Теперь переживаете, не можете уснуть? А еще я никак не могу забыть, как вы пели. Не говорите мне о нем. Еще былое не забыто. Он виноват один во всем. Что сердце бедное разбито. Ах, не говорите мне о нем. Не говорите мне о нем. Алена? Ну, что ты так смотришь? Живем мы здесь теперь, вот в сад идем. А Израиль? Что? Ну, я думала, вы сразу поехали. На операцию. Ну, какую операцию? Маша, Маш, ты вот здесь, пожалуйста, побегай, только на дорогу не выбегай. А мне с тетей поговорить нужно. Мне Сергей сказал, что у Маши порог сердца. Деньги собирал на операцию. Ты что, ему денег дал? Угу. Много? Много. Ой. Ой. Вот же скотина. Про родную дочь такой наплел. А ты? Ну, где твои мозги? Нашла, кому верить. Он мне документы показал. На английском. Так он их, небось, из интернета-то скачал. Так что, Маша, здорова? Ну, вон, сама посмотри. Правда, в прошлом месяце отравилась. А мы как раз сад оформлялись. Зачем ему такие деньги нужны? Да пить ему надо меньше. Пить. Представляешь, на свадьбе друга напился, его на подвиги потянуло. И он на стоянке две машины уделал. Прямо в хлам. А там хозяева серьезные. И на счетчик его поставили. Он даже воровать стал. Как-то деньги принес прямо в кошельке. В голубеньком. Что? А кошелечек голубенький. Ой. Ой. Твой что ли? Угу. Любочка, ты представляешь, представляешь, два года на мне не сходилась эта ковта. Сейчас я похудела. Люба. Любочка, милая, что случилось? Он обманул. Кто обманул? Кто тебя... Этот? Да нет. А кто? Любочка, ну кто обманул-то, боже ты мой? Ну скажи мне, Люба, милая. Что случилось? Кто-то обманул, я не знаю. Что случилось? Люба, ну что случилось? Ладно, все, пошли, пошли. Ой, господи. Спокойно, спокойно. Обманул. Спокойно. Так, теперь четко с расстановкой. Что случилось и кто тебя обманул? Сережа меня обманул. Он сказал, что Маша болеет, а она здорова, деньги были ему нужны. Так чего ты плачешь, радоваться надо. Девочка здорова, а ты психуешь. Я рада, что она здорова. Только сколько же я вам теперь должна? Это как я отдавать-то буду? Отработаешь. Ага. Это какая у меня зарплата должна быть? Куда мы идем? Ну потерпи, это сюрприз. Ну скажи. Слушай, ну потерпи немножечко. А это не страшно? Нет. Так. Раз, два, три. Люба, это победа. Ой, просто глазам не верю. Ой, не говорите мне о нем, я этот романс уже видеть не могу. Видеть не может. Спасибо. Что? Что? Началось. Что началось? Что, что, что? Так, так может подождите, рассосется, а? Может быть рассосет. Люба, Люба. Ты, ты, ты. Ты, ты, ты. А, да, шагов. Спасибо. Ой, Люба, держи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok